Мы изучаем глубоко Откровение Иоанна, и мы уже посередине книги. И я знаю, что в Америке есть много радиостанций, которые любят говорить про Откровение. Поэтому мы тоже начали говорить про Откровение, но с большинством радиостанций американских мы не согласны. Поэтому простите, уж послушайте нас. Отец, я молю, чтобы ты открыл наше сердце для твоего слова. У меня нет намерения говорить, что я все понимаю. Но я хочу принести принципы. Господь, дай нам возможность смотреть широко. Я молю, чтобы ты открыл наше сердце во имя Ишуа Машеха. Мы подошли к 13 главе. На прошлой неделе мы изучали 12 главу про женщину с 12 звездами. И мы узнали принципы, что это не только инструкция. И мы учили и поняли, что эта женщина, это Израиль. И младенец, которого она родила, это Машех. И личность Машеха, она полностью еврейская. И Откровение, это также еврейская книга. Потому что написал ее апостол Иоанн, который был учеником Ишуа. И он использует символы, которые намного более знакомы евреям. Несмотря на то, что он сначала пишет семи общинам в Асии. Есть мнение, что семь общин в Асии это семь разных периодов времени. Если вы понимаете так, то мне, в принципе, все равно, потому что я так не понимаю. Я думаю, что это да, были семь общин во время Иоанна, и он дал им определенные инструкции. Поэтому я начинаю 13 главу, первые два стиха. Небольшое толкование мы продолжим. И особенно наших людей, я попрошу открыть Святые Писания, следовать вместе со мной. Откровение, 13 глава, я читаю на русском, говорю на иврите. Первые два стиха. «И стал я на песке морском, увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять дядим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого видел подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него к пасть у льва, и дал дракон ему силу свою и престол и свою великую власть. Кодем коль кидай ладад, китвей кодиш шкляль, коль атанах, бешвиль ликро этит галют». Во-первых, для того, чтобы читать книгу Откровения, стоит прочитать ее с бытия до Откровения. «Ве улай Мишу Зохер, Миша карает китвей кодиш, дмует шеквар карати босфарима кодми». «Мишу Зохер, Мишу Зохер, и возможно, кто-то помнит такие же подобные образы в других местах Святых Писаний». «Даниэль». «Не ви, Даниэль, нотен цирот домот מאוד». «Даниэль, пророк Даниэль, подобным образом истолковывает некоторое видение». «Но мы видим здесь коктейль из разных зверей, которые похожи один на другого». «Если мы говорим про Тору, и в Торе есть число 7 и число 10, «говорится про полноту Бога, которая высвободилась для нас». «Но здесь 7 и 10 эти числа высвобождают какое-то зло». «Это общее зло». «И мы в нашем общении уже выучили значение «Вавилон» и «Анти-Вавилон». «Вавилон» — это злое начало человеческое, все злое желание и также дьявол со всеми его злыми деяниями». «Вавилон» — это не «Анти-Вавилон» «не каймит в Танахе». «Но здесь мы создали эту милу эту милу в том, чтобы создать «Ам Илухи» «со-митнагед леколера» «За-митнагед леколера». «И нет такого термина в Танахе «Анти-Вавилон», но мы его придумали для того, чтобы, в принципе, показать народ Божий, который противостоит всему этому злу». «Вавилон» — это комбинация израиля и всех народов, которые верят в Ишуа для того, чтобы противостоять злу. «Здесь мы видим высвобождение этого зла». «Как его понять?» «Трудно». «Ислам» — «Это говорится про ислам». «Возможно». «Про коммунизм» «Тоже вполне возможно». «Колдовство» «Тоже может быть». «Но тут же и так же есть много от нашего эгоизма». «И от желания материального». «Трудно понять, но то, что намекают нам Святые Писания, этот принцип можно, в принципе, понять. Какое здесь руководство мы получаем? «В мире высвободилось зло». «Но ты можешь выбрать, на какой стороне быть». «Ты можешь быть на стороне зла или на стороне добра». «И вы просто знаете, чем дальше мы будем двигаться, тем яснее будет это разделение зла и добра». «Я продолжаю». «И видел я, что одна из голов его была смертельно ранена, но эта смертельно рана исцелилась. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Четвертый, пятый стих, «Арба Вахамеш». «И поклонились зверю, говоря, кто подобен сему, кто может сравниться с ним». «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». «И дана была ему власть действовать 42 месяца». «Полное исцеление». «Знаете, что Бог дает своим рабам полное исцеление». «И воскрешение из мертвых». «Когда говорится про воскрешение из мертвых, 100% говорится про Иешуа. Но здесь мы видим, что дьявол пытается, в принципе, перескопировать работу Бога. И многие верующие, которые читают эту книгу, они смотрели много разных христианских фильмов про 666, и видят то, что вот появилась какая-то рана, и вдруг получается исцеление. «Возможно, это так, возможно, нет». «Возможно, есть какая-то система, которая вдруг пришла к жизни». «Я из Советского Союза сделал аллию в Израиль». «И когда-то Советский Союз был источником зла». «И вдруг я сейчас смотрю телевизор и вижу воскрешение из мертвых этой империи». «Возможно, здесь говорится про целый народ». Но здесь имеется в виду, что это уже вроде бы не существовало, вроде бы умерло, но вдруг оно воскрешается из мертвых. И в пятом стихе здесь написано, что все это продолжалось 42 месяца. В 42 число в еврейской традиции очень интересно. 42 остановки делал народ Израиля с Египта до Хананской земли. Это процесс, после которого наступает искупление и спасение. И 42 это число, которое часто упоминается в Откровении. Я уже говорил про фазы. «В 42 это время, как Дора говорит нам, будьте терпеливы. в Иисусе, в Иисусе, и отверзу на статус свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе. И давно было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. «Милхама, ра, негет эмуна». Здесь война зла против веры. Если мы откроем Википедию или Википедию, и мы посмотрим, сколько раз народ Израиля был под атакой, или сколько раз верующие в Иишуа были подвержены атакам и практически были уничтожены, но всегда существует слово «остаток». И этот остаток подобен корню маслины, который укрепляется, растет заново и дает плод. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Несколько интересных вещей по этому тексту. Здесь написано «Раз пятый Машиах или пронзенный Машиах до сотворения мира». Это очень еврейский принцип. В еврейских книгах существует принцип, что до сотворения мира Господь принес от Себя семь вещей. имя Машиаха, имя Машиаха, Ган Эден, Рай, Гийном, Ад, Трон Славы, Тора, Тору, и еще две вещи, которые я только что забыл. Но что очень интересно, Машиах, этот термин Машиах, в еврейской жизни это была очень актуальная вещь. Имя Машиах знали до сотворения мира. И здесь Иоанн просто цитирует это место. Для меня это укрепление веры. Я еврей. И я хочу верить как еврей. И вот до сотворения мира было написано про моего Машиаха и было написано, что он был пронзион и распят. И вот здесь написано про книгу жизни. Про книгу жизни. А им это нехтав, Ашем שלха нехтав в сефер хаим? Записано ли твое имя в книге жизни? Я не прошу поднять руку. Но подумай. Есть הרבה אנשים многие люди думают они родились в верующих семьях. Я всегда был верен своей жене. Я всегда давал десятину в общение. Иногда я молюсь. И я могу так протянуть до смерти. Катув в книге Кодыш что каждый один улетел на дин дин של Илухим. Написано в Святых Писаниях что каждый потом идет на суд Бога. Но благословение и спасение дано тем которые написаны в книге Маши Айшит אתה מכир это от смеха а им это באמת Ашемха нехтав в сефер הזה. Лично ты знаешь написано ли твое имя в книге жизни? Я отставляю этот вопрос открытый. Потому что это только твое дело с Богом. Я очень против фанатических радикальных выпадов в теле Маши Но тот вопрос правда ли у тебя есть связь с Богом? Действительно ли ты внутри получаешь руководство от Святого Духа? Это очень важный вопрос. 13 глава 11 стих 13 глава 11 стих И увидел я другого зверя выходящего из земли Он имел как бы два рога подобно Агничим говорил как дракон Трудно понять Но И интересная интересная комбинация здесь Что-то подобное барану Какой хамуд Ягнионку Хамуд Такому сладенькому Но говорит как дракон Лицария Рав К сожалению В нашем мире Есть много людей которые так красиво говорят Но внутри Но внутри что-то не то Можно проверить кто есть кто Кто-то знает По плодам Посмотрите на жизнь Человека Человек может держать себя в руках месяц неделю но максимум год Посмотрите глубже Особенно нам верующим Когда мы выбираем себе учителей И есть огромное количество учителей Посмотрите сейчас откройте телевизор Какие они сильные в слове Но вдруг через некоторое время выплывает что-то ужасное И эти люди за которыми шли люди и падали Кому еще важно это К молодым людям Которые собираются вступить в брак А у тебя большие глаза Ты вдруг влюбился в человека Потому что твоя пара тебе кажется как ангел Но тебе стоит взять время Тебе стоит уделить время и год потерпеть И возможно ты увидишь волка в овечьей шкуре И не стоит тебе Мы здесь видим принципы Тринадцатая глава с 13 по 15 стихи Мы подходим к очень интересному К очень интересному отрывку Кэта 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 Тринадцатая рана Здесь говорится Здесь говорится Но этот образ Но этот образ сатаны дал им другую силу 25 лет назад случилась огромная трагедия в Руанде Люди были в церквях Нет только католических Были баптисты и пятидесятники Но были два течения Две группы Два племени Очень были похожи друг на друга И у них была проблема с общим языком За неделю или за две уничтожили 800 тысяч человек Иногда мы думаем Я верю У меня есть принцип Вспомните Баби Яр Было там огромное уничтожение евреев И те, которые расстреливали Держали оружие У них у всех были цепочки с крестиками Ужас Насколько человек может быть слабым Как важно придерживаться нескольких вещей Чистое сердце Связь с Богом И свобода Чтобы из тебя не делали куклу И когда в какой-то общине или в церкви или неважно в какой организации Или даже в государстве Создается положение Когда первый открывает рот Второй открывает за ним Надо убежать из этой группы людей И он сделает И он сделает, что всем малым великим, богатым нищим, свободным и рабам положено будет начертание на руку на чело И что никому нельзя будет ни подавать ни продавать ничего не делать Кто имеет начертание или имя зверя или число имени его Здесь мудрость Кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число 666 Есть люди, которые думают что 666 связано с бар-кодом Или мы имплантант получим Может быть Не знаю Простое объяснение числу 666 Это что-то очень человеческое 6 в еврейской традиции это число человека Знаете почему? Потому что Бог сотворил человека в шестой день А как понять 666 Система Которая будет совершенно человеческой предложить тебе какие-то условия И тебе как человеку придется понять эти условия и согласиться Будут ли там элементы вранья? Возможно, да Но не настолько чтобы верующие пошли как стадо на заклане И о чем здесь говорится Когда ты к чему-то относишься Не нужно просто подписывать Но здесь большое слово Не быть параноиками Есть только много верующих мессианских Которые Которые упадают в параною Там уже заносят чипы Они делают ребенку прививку Все они туда заносят чип Послушайте есть полная ерунда Но есть вещи к которым стоит относиться И быть мудрыми 14 стих 14 глава первые два стиха И взглянул я И вот Агнец стоит на горе Сион И с ним 144 тысячи И у которых имя Отца написано на челах И услышал я голос с неба Как шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал голос как бы гуслистов И играющих на гуслях своих Третий стих Они поют как бы новую песню пред престолом И четыре животных И старцами Никто не мог научиться всей песне кроме ста сорока четырех тысяч искупленных от земли Ешуа Образ Ешуа В нашем лете Сионе Знаете что мы живем на Сионе Кто здесь живет на Сионе Говорится ли про Ешуа на Сионе может быть Но скорее всего говорится про то что на небе В духовных сферах И что интересно в то же время когда распространяется зло и распространяется добро И мы можем быть на стороне добра И мы можем быть частью войны Бога Есть здесь 144 человека которые стоят перед Ешуа В 4-5 стихе написано Это те которые не осквернились с женами они были девственниками Это те которые следуют за Агнцем куда бы он ни пошел они искуплены от людей как первенцу Богу и Агнцу и в устах у них нет лукавства они не порочны перед престолом возможно говорится про католических священников которые никогда не вступили в брак но они здесь в брак не вступали не вступали в брак Знаете ли в еврейской книге брак это не грех это первая заповедь и кто не делает эту заповедь может быть пребывает в грехе но тот кто в верности вступает в брак и верен своему супругу он не грешит и о чем здесь говорится это опять-таки очень еврейское выражение это как царь Соломон который взял себе многих жен и начал поклоняться их идолам здесь написано не про брак и не про девственность здесь написано что ты пошел за Господом и ты делаешь все чтобы быть святым святым и святым шестой стих и седьмой давайте вместе прочитаем шестой и седьмой стих давайте вместе прочитаем живущим на земле и всякому племени и колену языку и народу и говорил он громким голосом убойтесь Бога и воздайте Ему славу ибо наступил час суда Его и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вот я скажу как я понимаю этот отрывок Писания он дает мне много надежды возможно я ошибаюсь в толковании но у меня есть право понимать так я хочу понимать и у вас тоже конечно здесь речь идет про ангела который приносит благую весть о спасении всем народам земли в Евангелии от Матфея мы учили что Ешуа посылает людей для того чтобы они разнесли благоу весть и это актуально и правильно но здесь говорится что так же и ангелы делают возможно это была ложь но я слышал что когда в Иране в Ираке американцы были там американцы и воевали вели войну многие мусульмане в видении видели Ешуа что в Аль-Тиви бау и естественным образом пришли к вере если это я не знаю правда ли это или нет я не знаю так говорят но я очень верю что не только люди задействованы в распространении благой вести и здесь есть большое обещание что ангелы провозгласит благую весть на каждом языке и каждому народу всякому племени и колену а имя Каблю примут ли они его понятия не имею 8-9 стих 10 и другой ангел следовал за ним говоря пал, пал Вавилон город великий потому что он яростным вином блуда своим напоил все народы и третий ангел последовал за ним говоря громким голосом кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело или на руку свою тот будет пить вино ярости Божьей вино цельное приготовленное в чаши гнева его и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и перед Агнцем и дым мучений будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание его не очень радостные стихи это рассказ по суде но здесь также говорится про вавилон и не говорится про вавилон который был где-то в Саудовской Аравии 4-5 тысяч лет здесь говорится про концепт про глобальное зло и вот Господь борется против этого и ломает его и я очень часто учил про исправление мира есть говорится про исправление вместо хаоса восстает справедливость но оно сопровождается судами мы научились что в свое время Тора принесла в мир принцип мера за меру сколько ты делаешь добра добро к тебе вернется если делаешь зло зло к тебе вернется эти стихи об этом тоже здесь говорится также про суд Египта похоже на это когда египтяне прошли все законы Бога и нарушили и Господь наказал их за это я продолжаю читать 12 по 16 стих здесь терпение святых соблюдающих заповеди Божьи и веру в Ешуа и услышал я голос неба говорящий напиши отныне блажены мертвые умирающие в Господе ей говорит дух они успокоятся от трудов своих и дела их идут след за ними и взглянул я и вот светлое облако и на облаках сидит подобный сыну человеческому на голове у него золотой венец и в руке его острый серп и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела и поверг сидящий на облаке серп свой на землю и земля была пожата опять мы читаем очень еврейские выражения говорится про образ Божий который сидит на троне кто из Танаха использовал этот образ помните кто еще Даниэль Исаия и Даниэль кто-то кто сидит на троне сам ли это Бог я не думаю потому что написано в святых писаниях даже невозможно воспринять образ но возможно что здесь говорится про Машеха как написано про образ его тени на иврите есть такое выражение человек первый человек нет тот адам который но здесь есть намек на Машеха на сына Бога Гоэль искупителя в руках которого есть инструменты вершить суд и принести спасение тем которые принадлежат ему я продолжаю и другой ангел вышел из храма находящегося на небе так же с острым серпом и иной ангел восклик имеющий власть над огнем вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп говоря пусти острый серп твой обрежь гроздья виноград на земле потому что созрели на нем ягоды и поверх ангел серп свой на землю обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божьего и стоптанные ягоды вточили за городом и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий шу взятмует опять-таки образы но мы в Евангелиях читали подобные вещи помните притчу которую рассказал Ишуа приходит человек и сеет Божье Слово потом приходит враг и посеял плевелы и вместе семя Божье и плевелы растут вместе но Господь говорит пока ничего не делайте потому что можно вырвать доброе семя придет время и придут ангелы и сделают разделение понимаем ли мы полностью что здесь написано нет но несколько вещей можно поймать без перерыва Слово Божье говорит нам позаботьтесь о том чтобы ваше имя было написано в книге жизни идите в своей жизни в страхе Божьем потом что написано что всякий имеющий страх с небес получит мудрость и Господь сохранит его от зла и также смотрите по сторонам смотрите по сторонам посмотрите на знаки но самое главное будьте близкими к нашему Господу в живой связи с Богом я не верю в те нюансы которые в нашей жизни могут у нас забрать спасение и возможно в наших теологиях есть какая-то разница но связь и сосредоточивание и также желание благословлять людей вокруг доброе сердце это то чего ищет Господь в нас и тогда Он обещает нам благословение на этом я хочу завершить